Народные избранники ХИМОК внесли изменения в бюджет на очередном заседании Совета депутатов. Дополнительные деньги выделили на социальные объекты, массовые мероприятия и модернизацию водопроводной системы. 186 миллионов рублей потратят на перевод города на более качественную московскую воду. Ее потребляют сейчас 30% городского округа. Задача полностью перейти на столичное водоснабжение. Все технологические и технические мероприятия, которые необходимы для того, чтобы мы поэтапно стали приходить на московскую воду. И, наверное, прокладка сетей, но в том числе. Все предусмотрено, весь комплекс. Но это не вся сумма. Это первый этап. Затем мы готовим проект и идем в область. Область тоже будут участвовать в социальную поддержку нуждающихся граждан. Кроме того, финансовую помощь окажут в школе в микрорайоне «Солнечная система», которая должна открыться 1 сентября и принять свыше тысячи учеников. Два миллиона рублей субсидий из бюджета получит и социально-реабилитационный центр для бездомных людей «Теплый прием». Там помогают тем, кто получил тяжелую травму, лишился работы и жилья, стал жертвой мошенников. Руководство приюта обратилось за помощью главе городского округа. Дмитрий Волошин вынес вопрос на рассмотрение депутатов. Они поддержали инициативу. Не обошли стороной депутаты и массовый детский спорт. Выделение денег на огромное количество массовых спортивных мероприятий для детей, для детских спортивных школ, именно на бесплатной основе. Более трех тысяч детей и огромное количество мероприятий разных направлений. Дополнительное финансирование получит Химкинское УВД. Полицейские, отвечающие за охрану порядка, будут получать надбавку. Таким образом планируют восполнить дефицит кадров, которые чаще предпочитают соседнюю Москву, где зарплаты выше. Эти деньги пойдут как частичная компенсация за аренду жилья сотрудникам управления внутренних дел. Проголосовал Совет депутатов и за присвоение звания почетного гражданина Химок Владимиру Сорокину, генеральному директору МКБ «Эскра». Он один из ведущих ученых России в области разработки ракетных двигателей на твердом топливе для ракетных комплексов, авиационного, морского и космического назначения. Имеет более ста научных трудов, удостоен многих наград. Звание почетный гражданин присваивается ежегодно ко дню города. За последние несколько лет при его неподвижственном участии было модернизировано в производственной площади более 300 химчан. Благодаря этому обрели рабочие места. Одним из самых массовых мест отдыха в Химках зимой – театральный каток. За сезон его посещают более 100 тысяч человек. Не исключением будет и этот год. Бесплатная площадка с искусственным льдом, который не тает при плюсовой температуре, откроют в ноябре. За эту инициативу депутаты проголосовали единогласно.